Открытый турнир по художественной гимнастике на кубок Дарьи Кондаковой проходит в Сочи уже четвертый год подряд. Свои первые шаги в спорте чемпионка мира и Европы сделала в этом зале. По словам гимнастки, именно с таких турниров начинается карьера каждого из спортсменов. Уровень детств в этом возрасте у них, они только пришли, они сами не понимают пока что хотят. Им просто нравится то, что они делают. Когда придет их время, может кто-то пойдет дальше в гимнастику, кто-то может выберет что-то другое. Поэтому они сейчас получают удовольствие от того, что они делают. И это самое главное для них сейчас. Идея присвоить соревнованиям имя нашей титулованной землячки родилась у тренера Натальи Разгонюк. И тогда еще в маленькой Даше она сумела разглядеть будущую чемпионку. Хотя это бывает не так просто. Бывают такие детки, которые, например, сразу талант своего не могут показать. А в дальнейшем показывают очень высокие результаты. Знаешь, что тот же, когда поначалу пришла на художественную гимнастику, она была пышненькая девочка такая. Ну а потом в дальнейшем она просто вскочила сразу резко. Никто не ожидал и не думал даже об этом. Сама же Дарья Кондакова после окончания спортивной карьеры на подобные турниры приезжает все чаще. По ее словам, уровень подготовки гимнасток в России, в том числе и в крае, с каждым годом растет. Так же, как и количество девочек, которые хотят заниматься художественной гимнастикой. Так, на открытый турнир в Сочи приехало более 250 спортсменов из разных городов Кубани и соседних регионов. В Московской области, Ставрополье и Северной Осетии. И каждая из девочек признается, что хочет добиться таких же успехов, как Дарья Кондакова. Я сегодня увидела Дарью Кондакову, она чемпионка. И я хочу таких же успехов. Соревнования пройдут только в личном зачете. Именно лучших гимнасток в каждом из видов – это обруч, скакалка, мяч и упражнения без предмета – назовут в воскресенье 26 мая. Елена Сецна, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.